итак ребят всем привет сегодня я записываю для вас новое видео в котором расскажу как в одном клеоскрипте создать новый поток и в этом потоке использовать уже какие-то либо обходы и либо какие-то уже конструкции ну все очень просто на самом деле ребят это очень простая вещь но про нее мало кто знает и кто знает вообще не делится этой информации скажем так потому что я часто стал замечать что люди используют два скрипта когда все можно сделать в одном скрипте ладно давайте приступим как вы видите мне очень простой код буквально 12 строк и что он делает видите как вы знаете клеоскрипт если он загружается в игру то он идет сверху вниз и потом с помощью специальных обходов он может прыгать на указанные метки скажем так в моем случае здесь будет метка тест 1 и после ее выполнения скрипт прыгнет обратно на тест 1 но у меня также есть и метка тест 2 как видите метки тест 1 сюда нет никакого прыжка то есть если мы выполним этот код то теоретически у нас будет работать только вот этот лабел потому что сюда как бы сказать не переходит вот и чтобы сделать так что сработал и этот лабел и этот лабел одновременно то есть как бы это как бы два отдельных скрипта что было в одном скрипте используется код 0c6 а вот он создает как бы новый поток из указанного лабелла вот этот обход он имеет всего два параметра основных два параметра 1 это указатель на поток сюда будет записываться а второй параметр это собственно лабелл в котором будет работать этот поток хочу заметить что если вы создадите новый поток то как вы знаете у всех клеоскриптов изначально переменные равны нулю поэтому если вы создадите поток в клеоскрипте с помощью кода 0c6 а то в этом потоке все переменные будут уже тоже равны нулю то есть переменные из текущего потока не перейдут в поток который вы создадите снова чтобы это исправить у обхода 0c6 а есть функция как бы передачи данных видите здесь внизу написано код 0c6 а кого параметров 35 это означает что после метки вы можете написать какие именно значения вы хотите отправить в так называемый лабелл ну под поток скажем так вот вы напишите здесь и здесь они будут по порядку выставлены то есть вы написали переменную 0 где тоже будет переменный 0 такое-то значение вы написали переменную 1 она здесь тоже будет переменной 1 мы написали цифру 5 она здесь будет уже переменной 2 это цифра 2 или 5 точнее да я туплю но sorry ребят бывает смотрите это переменная 0 она там же там будет 0 здесь переменной 1 там тоже вы переменами здесь видите описано цифра 5 это цифра 5 будет переменной 2 а вот этот 0 вот это плавающая точка или дробное число она будет уже 0123 переменной 3 и так далее в общем в конце по-моему максимальное количество это 32 да нет 33 потому что два параметра заняты уже вот этими первое я уже сказал указательный поток а второе это собственно метка через который будет работать весь поток в общем так вот и все ребята очень простой код на самом деле вот так может создавать много разных скриптов в одном скрипте сейчас я покажу как это выглядит все в игре наверное будет проще понять потому что я не знаю что какой потоки вообще ладно давайте зайдем в игру сейчас покажу эти ссоры ребята немножко так говорю странным голосом потому что у меня ну короче я заболел да ребят и бывает короче да вообще я чихаю кашляю на и сейчас просто но меч от получишь ножка стала поэтому я решил записать да и тем более время записывать так бля музыка забыл ее отрубить сейчас по-быстрому отрубим ее вообще не надо так смотрите вот мы появились в игре открываем консоли видим что здесь идут цифры 2 1 2 1 2 1 давайте перейдем скрипты еще раз посмотрим видите в этом лобели мы никуда не перепрыгивали вот сюда мы прыгали только в самом этом лобели а в этом лобели мы не прыгали сюда то есть у нас как бы два отдельных лобела но они работают одновременно видите цифра 2 1 все из того что мы поставили вначале обкод 0c6a также хочу заметить что обкод 0c6a является обкодом самфункса но его использовать без самфункса у вас не получится поэтому если вы поставите сюда этот обкод то скорее всего у вас крашенцы игра если у вас не будет установлен самфункс но этот обкод видите я поставил самое начало клео скрипта без проверки на то что сам загружен дело в том что данный обкод можно использовать без полной загрузки структур сам по в общем так и все ребят видите у нас фуллудит здесь в чат на самом деле вы просто не видите как быстро здесь все фуллудит вот сейчас я напишу цифра 5 вот вы видели как она быстро улетела ведь сейчас я быстренько поплужу видите как быстро летят цифры то есть два потока работают одновременно если вы здесь напишите но мы сейчас не увидим потому что я хотел посмотреть какие потоки у меня загружены ночью ребят это как бы обкод создает отдельный поток в текущем скрипте вот но что-то и все ребята все что хотелось не рассказать достаточно простая тема но очень полезная я данный обкод использую например в своем проекте потому что без него просто не было невозможно написать большой скрипт потому что ну не знаю как объяснить но если вы когда-нибудь писали большой скрипт вы наверно поймете мне почему нельзя использовать без этих обкодов большой скрипт не получится вас написать просто если вы хотите там вциклить какие-то определенные функции и так далее да ребят ладно ребят все я заканчиваю короче такое маленькое видео но постарался быстро объяснить надеюсь у меня поняли да ребят короче ребят я не знаю честно что записывать я вообще без понятия но я подумаю что напишите в комментариях мы очень придумаем уже не такое интересное между тем типа учитывает херни описать да блин здесь понимаете ладно ребят давайте заканчивать короче всем удачи ребят и пока вы естественно код я оставлю в описании все дела окей ребят до свидания